Были анонсированы первые OLED-телевизоры, которые, как известно, используют технологию META 2 с яркостью 3000 нит на MLA-плюс панели от LG Display, и ими стали OLED Plus 959 и OLED Plus 909 от Philips TV. Телевизор Philips 959, обозначенный как флагман компании на 2024 год, будет подставляться с одним размером экрана, 65 дюймов, и оснащен двухчиповой версией процессора восьмого поколения P5 AI Picture Processing Engine, а также 5.1.2 звуковой системой Barros & Wilkins мощностью 102 Вт. А, как обычно, актуальные цены на OLED-телевизоры в описании к видео. Когда я посетил Южную Корею, чтобы осветить запуск MLA-OLED панели LG Display 2-го поколения, мне сообщили, что подготовлены две версии с разными уровнями яркости. Панель с яркостью 2300 нит и более яркая панель с алгоритмом META Multi Booster, способная достигать пиковой яркости 3000 нит в 3% окне, хотя и при нативной точке белого панели, близкой к 10 000 кельвинов. Philips TV станет первым публично подтвержденным телевизионным брендом, в котором будет использоваться MLA-OLED панель второго поколения с яркостью 3000 нит и технологией META 2, что может сделать OLED Plus 959 и OLED Plus 909 самыми яркими OLED-телевизорами на рынке. Помимо улучшений в области яркости, одним из главных преимуществ технологии META 2 от LG Display является функция Detail Enhancer, которая отлично справляется с устранением пресловутого Chrominence Overshoot почти черного или артефактов мерцания, часто встречающегося на W-OLED-телевизорах. Так что OLED Plus 959 и 909 должны стать первыми OLED-моделями от Philips TV, избавленными от этой проблемы. Флагманский Philips 959 будет использовать двухчиповую версию нового восьмого поколения процессора P5AI Perfect Picture на базе чипсета MediaTek Pintonic 1000, что нетрудно догадаться, учитывая поддержку телевизором Dolby Vision Gaming до 144 Гц VRR. Интересно, что в дополнение к новой игровой панели, которая предлагает больше настроек быстрого доступа, чем раньше, Philips 959, 909 и 809 будут оснащены игровой функциональностью MEMC, которая позволяет геймерам установить на телевизоре плавную обработку движений, сохраняя задержку до 31 миллисекунды. Эта концепция похожа на настройку Game Motion Plus, впервые появившуюся на телевизорах Samsung некоторое время назад и позволяющую геймерам задействовать интерполяцию движений для уменьшения дрожжений в играх с частотой 30 кадров в секунду без существенного увеличения импут лага. В OLED Plus 959 также будет дебютировать новая ультрасовременная система Ambilight Plus от Philips, которая добавляет множество линз к цветным светодиодам, установленным сзади, создавая более динамичный, увеличенный общий ореол с более высоким разрешением. Четыре разных ореола можно проецировать на разную глубину, чтобы добавить новое двухмерное воздействие к общему эффекту погружения. И хотя для баланса и симметрии мы бы хотели видеть четырехсторонний, а не трехсторонний Ambilight, который, по признанию Philips'а, был необходим для контроля затрат. В плане звука флагманский Philips OLED Plus 959 оснащен новой интегрированной 5.1.2 звуковой системой Bowers & Wilkins, незаметно размещенной в корпусе телевизора с серой тканью квадрат, покрывающей передние, боковые и направленные вверх динамики. OLED Plus 959 будет доступен с третьего квартала этого года с возможностью настенного крепления или напольного размещения за счет минималистичной металлической подставки. На ступеньку ниже Philips'а 959 находится OLED Plus 909 который оснащен MLA-OLED-панелью второго поколения с алгоритмом MetaMultibuster, интегрированной 3.1 звуковой системой Bowers & Wilkins, а также четырехсторонним Ambilight. Его процессор P5AI восьмого поколения является однощиповым, но Philips 909 по-прежнему поддерживает обновленную технологию Ambient Intelligence 3-й версии, которые автоматически регулируют настройки HDR в зависимости от уровня освещенности, чтобы поддерживать отображение HDR даже в условиях яркого освещения. Доступный в трех размерах экрана 55, 65 и 77 дюймов, Philips OLED Plus 909 стоит на парочке низкопрофильных металлических ножек в форме таблеток и, конечно, при желании, может быть монтирован на стену. В OLED-модели Philips 809 отсутствует MLA, но зато есть OLED EX-панель, которая ярче прошлогодней, новый процессор P5AI восьмого поколения, трехсторонний Ambilight и все новые игровые функции. Philips 809 будет выпускаться с пятью размерами экрана, хотя 42 и 48-дюймовые модели из-за меньшей коэффициенты светосилы пикселей не будут такими же яркими, как более крупные модели. В плане дизайна, 809-й стоит на поворотной подставке с трапециевидным основанием, за исключением самой большой, 77-дюймовой модели, которая использует пару ножек, не отличающихся от 909-го. В телевизоре Philips 759 будет использоваться панель OLED EX, которая немного тусклее, чем в восьмой серии, но будет оснащена портами HDMI 2.1 благодаря новому чипсету Novotec. Хоть я в ближайшее время и не ожидаю получить для обзора Philips OLED Plus 959, мне удалось провести некоторые измерения на мылой OLED-панели второго поколения, и вы можете узнать, насколько ярко она получилась, посмотрев мое обзорное видео здесь. Спасибо. Спасибо.